Я повторюсь, вот эта вот неспособность нашей промышленности поставить необходимое вооружение, но я опять же вынужден опираться на иностранные данные, но в первую очередь на американские. Так вот, эксперты из США, ЦРУшники и так далее, они утверждают, что наш единственный танковый завод, Уралвагонзавод, который крупнейший на Урале, который, кстати, упускает танки, что его месячная производительность 20 танков в месяц, то есть в год это, считайте, 240 танков. А наши потери танков приближаются, ну, там где-то около 1000 танков мы потеряли за этот год. И вот вы же понимаете, что такое соотношение, и причем шансов увеличить производство нет, потому что у нас дефицит рабочих кадров, причем, причем, рабочих кадров, это слесари, токари, фрезеровщики, инструментальщики, то есть люди рабочих профессий, те, кто непосредственно своими руками изготавливает вот эту боевую технику. У нас дефицит 280 тысяч человек и 120 тысяч инженеров необходимо для того, чтобы начать выпускать, ну, хотя бы запустить производство техники. И как мы сможем обеспечить вот сейчас наши войска на фронте, которые, я так понимаю, все-таки готовятся к отражению вот этого вот стратегического наступления на юге, вот в Запорожской области, в Херсонской области, если не будет поставок техники, если не будет снарядов, повторюсь, снаряды, на мой взгляд, все-таки снарядный голод, он имеет место быть, и вот как теперь резко увеличить производство снарядов, чтобы обеспечить фронт снарядами, ну, это будет задача очень сложная, и ее за несколько месяцев не решить. И поэтому вся эта достаточно сложная и трагическая, я бы назвал, ситуация, она ничем хорошим нам не грозит. И как бы это ни казалось парадоксально, в этой ситуации я считаю, что залог нашей победы или залог наших успехов сегодня, да, во многом определяется на фронте, но реально сейчас все зависит от ситуации в тылу. Все зависит от состояния нашей экономики, все зависит от состояния нашей промышленности. Если мы сумеем добиться перелома в нашей промышленности, и сумеем запустить действительно мобилизационную экономику, и сумеем заставить в том числе работать этих так называемых эффективных менеджеров, которые вот сейчас, ну, эта вот ситуация показала, что всех этих эффективных менеджеров надо гнать, ну, бедлой реальной экономики, и запретить им вообще иметь какое-то отношение к руководству промышленных предприятий. Да, они умеют эффективно гонять финансы туда-сюда, переводить со счета-сюда, но наладить выпуск техники, необходимой для нашей армии, наладить эффективное руководство производственным процессом, они не в состоянии, потому что, ну, пацан, который окончил какой-нибудь юридический или финансовый факультет, и послать его начальникам цеха в танковый завод, потому что, понимаете, что это профукача, все это делает. Продолжение следует...